Как сообщил начальник управления по санаторно-курортному комплексу Дмитрий Ерохин, береговая линия пляжей от Утреша до станицы Благовещенской разбита на 20 территорий. На них числятся 114 пляжей. А свидетельствования ГИМС и Роспотребнадзора прошли только 28, а предстоит это сделать 7, чтобы получить допуск на купание и отдыхающих в здравницах, за кем закреплены пляжи. Сотрудники администрации ГИМС и Общество спасения на водах подробно инструктировали представителей здравниц, собравшихся на пляжной территории базы отдыха «Кристалл», как должны быть оборудованы пляжи и укомплектованы службы спасения. А юные спасатели раздали взрослым памятки о правилах поведения на воде. Затем прошли показательные спасательные работы. Тонул подросток. Спасатели были на чеку и поэтому добрались к месту происшествия в считанные минуты, а медицинские работники уже ждали пострадавшего на берегу. Помощь оказана правильно и вовремя. Кстати, по статистике, за прошлый сезон в Анапе произошло меньше, чем в других приморских курортах ЧП на воде. А если ЧП и случается, то, как правило, по вине взрослых в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому требования администрации города-курорта в этом году ужесточаются. У нас по статистике каждый год 80% людей, которые погибли на воде, это мужчины в возрасте старше 35 лет в алкогольном опьянении. Так, поэтому, ваша непосредственная задача – не допустить у себя на пляжах торговлю вином, еще каким-то непонятным алкоголем. Пляж – это чистая зона, безалкогольная. Удачи всем, чтобы этот сезон прошел у нас без потерь. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапа. Регион.